МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рогачевском районе знайдены останки солдата «Червоной армии». Яны ратують житти. На станции «Худкой допомоги» побывали наши мазырские коллеги. А зараз об этом и иншим – больше подробно. На этом тыдне Беларусь означает 75-ю годовину перемоги в Великой Айчинной войне. Одним из самых важных и масштабных мероприемств у ее гонор стала республиканская акция памяти у славу агульной перемоги. Ее областные этапы подошли до завершения. Капсулы с землей, собранные из места у боевой славы во всех районах краины, передали в Минск для закладки и укрепции храма помника усих святых. Наш корреспондент Ганна Коральчук наведала столицу, как доведаться, как рыхтуется святыня до Дня Перамоги. Его можно назвать одногодком беларусского суверенитета. Первый камень у подморок храма помника усих святых заклали еще в 1991 году. Это зарабил патриарх московский Усия Руси Алексий Други подчас своего первого визита на беларусские земли. Будовництво храма доверили архитектору Льву Пахарелову и протеирею Федору Паунаму. Отец Федор народился и вырос на Гомельщине. Потом скончил академию мастерства по специальности дизайнер. После посвящения его накировали служить в Германию, в храм помник русской славы в Лейпцигу. На початку 1991-го до священника звернулся митрополит Филарет. Владыка мне сказал, да, твое послушание проходит далеко от дома. Но у тебя есть образование, у тебя есть некий опыт. Параллельно возьмись за строительство одного из храмов. Не надо забывать свою малую родину. Возьмись за всех святых. Самый великий православный храм Украины открыл свои звери для верников только празд 24 годы. И он имеет незвычайную для православных храмов форму шатра. 74 метра в вышеню – это самый высокий будинок у столицы, даже выше за национальную библиотеку. Храм имеет три пределы – гонор Иоанна Христителя, Божьей Матери и всех святых. Весь комплекс можно назвать шедевром сучасного православного дойлитства. Иконостас храмопомника сделан из фаянсу. 10 тысяч деталей выпекали в стародавних печах у России и привозили у Минск. Мозаичное панно справа рук белорусских майстров. Расписывали храм-мастаки с палеха, якие натхнялись белорусскими национальными узорами. На стенах намалеваны белорусские святые и храмы. Разбураны и те, что заховались до наших очасов. Под алтаром знаходится сакральное место – Крыпта, якая высобляет в себе весь трагизм и велич нашей истории. В 2010 году я ей открыл президент Белоруссии. В Крыпте похованы останки невядомых солдат одразу трех воинов – 1812 года, первая и другой сусветных. Тут же земля с могилы Максима Богдановича и урна с прахом охвяр канцлагера Трастянец. У стенах Крыпты 504 ниши, закрытые пластинами Зониксу. Зараз заполнено только некольки десятка узых. Земля, попелы и гильзы от патронов, палитые кривою белорусов. В середине их капсулы с концентрационных лагерями Азарыча и Червоный Берег и спалены везки Алла Светлогорского района. У центра горы самая великая в Украине несгасальная лампада, запаленная от животворного огню за Иерусалима. На перед дни Дня Перамоги у Крыпту привязывают 118 капсул с землей, який на протягу года собирали во всех районах Беларуси. В канун 9 мая будет закладка земель со всех захоронений советских солдат на территории Беларуси. Это порядка 8 тысяч захоронений. 118 районов участвуют в этой акции. Активисты посетили все городские могилы и взяли землю. И сформировали таким образом капсул с землей от района. И все эти капсулы будут заложены в крипте храма памятника. Плюс к этому также будет привезена земля с мест захоронений из городов-героев Советского Союза. До 75 года тут так само открыется уникальная экспозиция – музей памяти. Ее смещает сотни материальных свечения у героизму беларусского народа. Наши земляки удельничали у Крымской и Русско-Турецкой войнах, Цусимской морской битве. У залах так само адлюстрованы падеи Першой Сусветной и Советско-Финляндской войнов. Войны у Испании и вядома Великой Чыной войны. На протягу месяца музей будут дополнять новыми экспонатами, которые поступают из всего света. Ганна Каральчук, Яуген Макеенко, Телер, радио-компания «Гомель» из Минска. И про 75 год следы минулой войны все еще состракаются в нашем жизни. Рогачевский районный отдел Следующего комитета проводит проверку по факту выявления останков солдата Червоной армии. На проконце Саковиками Совы Жихар знайшел в лесе, недалеко от автодороги Рогачев-Бабруйск, останки костей и некольких старых речев. Об свою знаходце мужчина поведомил в милицию, после чего она была накерована на медико-криминалистичную экспертизу. Высветлилась, что знайденные останки и речи мают в дочинении до Великой Чыной войны. По поводу выника удоследования, фрагменты военного билета належали родовому Пятру Фешчанку, уродженцу Камарынского района Полесской области. Теперь это территория Хойницкого района. Были обнаружены костные останки, фрагменты лопаты, алюминиевая ложка, фрагменты ремня, а также каска, в которой находились фрагменты документов. Костные останки были направлены в подразделения Государственного комитета судебных экспертиз для проведения соответствующей экспертизы. И по предварительным выводам экспертов, останки относятся к периоду Великой Отечественной войны. Сейчас проводится работа по установлению родственников погибшего военнослужащего. И по окончании проверки, гостные останки рядового Красной армии будут переданы для захоронения и увыковечивания его памяти. Саправдные герои нашего часа. Медработники подчас пандемии коронавирусу стали публичными особами. За их працей надзирают с гонором и трывогой. За их переживают, их поддерживают. Першими на допомогу до захворелых спешаются работники станции худкой и неоткладной медицинской допомоги. Зараз они працуют в режиме повышенной готовности. Подробностей в наступном репортаже. Диспетчерская служба Мазырской городской станции худкой и неоткладной медицинской допомоги в круглосуточном режиме працует за усёдым. В последние тыдни колькость выкликов повеличилась в разы. А герои наших репортажей перешли в режим повышенной готовности. Ежесуточно у нас работает 11 бригад. То есть 11 бригад работает с 8 до 20 и с 20 до 8 утра у нас тоже работает 11 бригад. Если будет необходимость усиления службы скорой помощи, то в этой ситуации у нас всегда предусмотрен резерв бригад из числа людей, которые находятся на отдыхе дома. И в течение одного часа по нашему звонку три бригады заступают на дежурство. Это одна врачебная бригада реанимационная и две бригады фельдшерские. Дальше, если нам и этих сил, может быть, не хватит, то в этой ситуации предусмотрена резерв врачебно-сестеринской бригад, которая сегодняшний день сформирована в городе Мозыре и в Мозырском районе 6. Это бригады, которые сформированы при амбулаторно-паралитической организации города Мозыре. Сбор эпидемиологичного анамнеза диспетчерам проводится уже на этапе выклику. По заходе распрацованным алгоритме специалист опытывает пациента. Те бы у замяжете и здесь снял поездки у инши в области Беларуси. Актуальное питание – те контактовал с теми, у кого подтверждены COVID-19. Скажите, пожалуйста, вы за пределы республики выезжали, контактировали с температурными больными, чувство затрудненного дыхания есть, боли в грудной клетке есть. Увага до деталей все не особливо важная в тем лику для безпеки самих медиков. На выклике выезжает соправданный медицинский спецназ. Ахуные костюмы, лоткованные складаны, але надеяно, бо к выключите на водной меньшую рызаку заражения, повинно быть закрыто усем. На голове шлем, маска и окуляры, на руках польшатки, на ногах специальные высокие бахилы. Нагрузки увеличились, условия, конечно, тяжелые, но будем сражаться, как говорят. Працовать у полной экипировцы безумно складано, але для тех, кто на передовой, самое важное – зберегчи человеческое життя. После каждой поездки спецтранспорт старанно дезинфикуют. Уся команда у боевой готовности, бо выключ может раздаться у любую хвилину. А это еще один клич на допомогу, на який обовязково отгукнуться. Марина Джалая при поддержке телеканала «Мазыр». И на приконце выпуску про надворье. Весна все еще протягивает боротьбу, как кончатково уладковаться у просторы. Надворье на гэтым тыдне будет теплое, але дождливое. Подадзенных метарологов у аутора к сираду температура по ветру складе у ночи до 9, у день до 15 градусов тепла. Макчимы ливни и на вольнице. У четвер станет крыху холоднее. 13 градусов у день и усягу, калеча тырог у ночи. Ветер полночный до 17 метров за секунду. На приконце тыдня нарешті распогодится, чекается до 22 градусов тепла у день и до 11 у ночи. Гэты и іншые новины, информацию о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Два ДТП, как под копирку. На минувших выходных в Петриковском районе в результате столкновения с деревом загорелся автомобиль. В огне погибли водитель и пассажир. Напомним, две недели назад такая же авария произошла в Ветковском районе. Следственный комитет поделился некоторыми подробностями уголовного дела. 2 мая около 14.30 в Центр оперативного управления Петриковского районного дела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля неподалеку от деревни Лучицы. Пожар стал следствием ДТП. Еще до прибытия спасателей «Фольксваген Гольф» был потушен работниками Петриковского лесхоза. В автомобиле обнаружены двое погибших. По предварительной информации, из-за неправильно выбранной скорости водитель не справился с управлением транспортного средства, съехал в КВЭД, где совершил наезд на дерево, отчего автомобиль воспламенился. В результате происшествия водитель, ехавший с ним на заднем пассажирском сидении, пассажир погибли на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного управления совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают личности погибших водителей пассажира, а также владельца автомобиля. Следствие также просит очевидцев трагедии сообщить о имеющихся у них сведениях по указанным на ваших экранах телефоном. Тем временем стало известно, что в результате проведенной судебно-генетической экспертизы установлены личности погибших в аналогичном ДТП, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля на 45-м километре автодороги Гомель-Ветка-Чечерск-Ямная в Ветковском районе, сообщили в Следственном комитете. За рулем, как и предполагалось, находился 58-летний владелец авто, житель города Ветки, пассажир 1975 года рождения, также из этого города. Неосторожное курение привело к гибели хозяина дома в Жлобинском районе. 1 мая в 21.28 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гелен Жлобинского района. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем. Хозяин 1964 года рождения проживал один, со слов соседей, накануне находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении разведки спасателями на полу в горящей комнате был обнаружен сильно обгоревшее тело хозяина дома 1964 года рождения. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие кровля и имущество внутри горящей комнаты. Причина пожара устанавливается. Рассматриваем версия неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома. 3 мая около 3 часов дня службу спасения по телефону 101 позвонила женщина из Калинковичей и сообщила о застрявшей в корпусе системного блока компьютера голове ребенка. Спасатели незамедлительно выехали на вызов и при помощи диэлектрических ножниц освободили трехлетнего мальчика из разобранного системного блока. Ребенок не пострадал, госпитализация не нуждается. Немногим ранее петриковским спасателям пришлось освобождать с ноги 59-летнего жителя деревни Новые Коцуры, которые были зажаты в мотокультиваторе. Мужчина доставлен в медицинское учреждение. В Калинковичском районе сотрудники ГАИ пресекли перевозку контрафактной водки. В ночь на 2 мая на автодороге М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин в 2-х километрах от Калинковича был остановлен автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 24-летний житель Петриковского района. В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками милиции было обнаружено 8 ящиков водки производства Российской Федерации, которая перевозилась без сопроводительных документов и акцизных марок Республики Беларусь. Общее количество изъятого алкоголя составило 80 литров. По факту незаконного перемещения спиртосодержащей продукции проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Козыри Михаила Мартиновича Мозырская славя в седьмом туре на выезде обыграла Витебск. На 34-й минуте полюшики счета открыли и Франсис Нарх реализовал пенальти. Спустя 10 минут после старта второго тайма северяне цифры на табло сравняли. Артем Гуренко эффектно перебросил вышедшего из ворот Михаила Барановского. Вскоре свое слово сказал Ион Николаевску. Форвард Витебска в окружении пяти игроков соперника не растерялся и сумел пробить. 2-1 хозяева повели. На 71-й минуте наставник Славии пошел, как он сам потом скажет, на послематчевой пресс-конференции с Козырей. На поле появился Максим Слюсар. В течение пяти заключительных минут основного времени форвард сначала удачно сыграл на добивании, а после реализовал назначенный за снос штрафной себя же пенальти. Победа Славии 3-2. Эта виктория позволила Мазырянам подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В восьмом туре команда Михаила Мартиновича в День Победы дома играет с Жодинским «Торпеда». В третьем туре футбольного чемпионата страны рангом ниже «Локомотив» в Гомеле встречался с новополоцким «Нафтаном». Уже на самом старте встречи гостей оказались в положении отыгрывающихся. Клинье на четвертой минуте сделал счет 1-0. К сожалению, для местной выбираться весьма уверенно. Еще до перерыва «Тропашка» сравнял цифры на табло. Не прошло и пяти минут после возобновления поединка, а гости уже вышли вперед. Голевым оказался удар Новика. На 72-й минуте преимущество «Нафтана» стало весьма комфортным. 1-3. Гол на счету Жердева. Теперь уже настал черед железнодорожникам показать характер. И тянуть с этим они не стали. Буквально через несколько минут Кухаренок отставание сократило. Вскоре Шабанов сделал счет 3-3. Я считаю, что мы больше играли в футбол, создавали какие-то моменты осмысленные после позиционных атак. И примерно знали, как играет «Нафтан». Это больше длинные передачи. Но, к сожалению, такие голы пропустили. Отскоки, подборы, которые нужно было доигрывать, о чем говорили. При счете 3-1 мы нашли в себе силы, мы отыгрались. Это говорит о том, что у этой команды есть все-таки характер и желание добиваться результата. До конца встречи оставалось чуть менее шести минут плюс добавленное время. вырвать победу ни одному из коллективов не удалось. Обидно, конечно, выигрывая по ходу матча со счетом 3-1 упустить победу. Но отдать должное, что моменты возникали и у соперника. Так что я считаю, что счет на табло полностью отобразил ход встречи и расстановку сил. Получилась хорошая такая воюдоострая игра. Много моментов, много голов забитых. Ну, если сегодня ничья, значит, оба соперника были достойны друг друга. После трех сыгранных туров у «Локомотива» семь набранных очков и второе место в турнирной таблице. Замыкает тройку лидеров первой лиги «Спутник». В третьем туре речицкий коллектив одержал вторую победу. В Гомеле на поле стадиона с дюшер номер 8 обыгран Микошевичский «Гранит» 2-0. Голы на счету Валерия Поторочи и Георгия Монастырского. Футбольный клуб «Гомель» все никак не может выйти на положительный очковый баланс. В третьем туре подопечные Ивана Биончика разошлись с миром со столичными кромкачами. Поединок проходил в Минске. Зелено-белые на 42-й минуте счета открыли. Дмитрий Гом зареализовал пенальти. Отыгрались минчане на 79-й минуте усилиями Дмитрия Лебедева. В турнирной таблице у «Гомеля» минус 3 балла и 12-е место. На 13-й позиции с минус 12-ю располагается «Химик». Светлогорская дружина в третьем туре минимально уступила Держинскому арсеналу 0-1. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата по футболу в первой лиге Крумкачи. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова